Одна из главных задач Экопарка способствовать единению человека и природы. И мы претендуем на значительное расширение. Именно это позволило бы реализовать наши планы, с которыми мы хотим вас познакомить. Во-первых, то, что построено было 10 лет, 12 лет назад, нуждается в реконструкции. Из того места, которое люди называют зоопарком, оттуда должны уйти все крупные животные. Прежде всего львы, тигры, все кошачьи, медведи, волки, все копытные. Там только останется одна экзотика, это такая планета обезьян. Будет огромное количество разных пород обезьян, которые сегодня мы имеем, но мы не можем их показывать, нет территории. Мы обладаем огромной коллекцией птиц, одной из самых крупных в Европе. Тоже не имеем возможности их показывать, нет территории, нет места. В настоящее время уже строится парк родителей «Парк камней». Уникальная экспозиция, не имеющая аналога в Украине. Ее основа – огромные валуны, которые привезли из разных уголков Украины и мира. Камни – природные символы силы, красоты, вечности и памяти. Они посвящены родителям – и живым, и ушедшим. Собранные вместе в конструкции, они ассоциируются с далеким прошлым человечества, создают сильный эмоционально-эстетический эффект. К этой части перемыкает ландшафтная экспозиция животных северного полушария, тесно связанных с материальной и духовной культурой наших предков. В больших природных вольерах здесь будут жить не только бизоны, но и северные олени, яки, козероги, а также тотемные животные или животные-хранители северного полушария – медведи и волки. Мы познакомились с опытом создания такой экспозиции в реабилитационном центре Хмельницкой области. Хотя животные здесь и находятся на реабилитации, в парке создан удивительный эффект полного погружения в дикую природу. Такую же экспозицию собираемся построить и мы. Эти животные, которых мы хотим перевести так называемую буферную зону в зеленый лес, это животные, которые относительно будут находиться у нас, но они будут автоматически готовиться к выпуску в живую природу. Копытные будут жить на большой территории, мы хотим выделить им 50-60 гектар. Кошачьи будут жить на территории 20-30 гектар, что позволяет создать и такое дело, как сафари-парк. Если сафари для хищников планируется строить на урбанизированной территории, проще говоря, на месте руин и свалок, то в зеленой буферной зоне будут размещены копытные. Будет создан маршрут автосафари, пересекающий зону питомника копытных. Но главное, эти животные готовились бы к выпуску в природу, а следовательно, проходили бы необходимую адаптацию, вспоминая, что такое дикость и забывая, что такое клетка или загон. Для нашей идеи территория, которую мы просим выделить, она никоим образом не страдает. На нее накладывается ПЗФ, ее нельзя вылучить, ее нельзя забрать, нельзя ничего строить. Ее можно использовать для пешеходных тропинок, для скамеечек, для беседок отдыха, для туристических маршрутов как пеших, так и на специализированном транспорте и так далее. То есть мы хотим сделать так, чтобы Харьков был самый большой, самый интересный, самый привлекательный парк в Украине, если уже не всей Восточной Европы. Эти изменения возможны только при расширении территории Фельдмана Капарк. Все экспозиции должны быть органично вписаны в участки нетронутой и охраняемой дикой природы, поскольку основная задача Экопарка способствовать единению человека и природы.